Пандемия, самоизоляция, масочный режим. Это лето совсем не похоже на предыдущие. Коронавирус внес свои коррективы в привычный образ жизни каждого. Мы стали больше находиться дома, но меньше двигаться. Долгое время были закрыты фитнес-центры, спортивные клубы и бассейны. Как в такие периоды поддерживать свою физическую форму и сохранить здоровье, об этом поговорим в студии. А у нас в гостях Максим Панов, главный врач центра доктора Бубновского. Здравствуйте. Добрый день, Софья. Расскажите, пожалуйста, вот пандемия пандемии, но есть такие люди, которые и без нее мало двигались, да? И вот привыкли к сидячей работе. А вот чем опасна жизнь без движения? Ну, вы знаете, я думаю, что уже ни для кого не секрет, что гиподинамия – это бич 21 века, да? И большинство людей стали потихонечку возвращаться к более-менее активной жизни, посещать фитнес-клубы, посещать какие-то группы здоровья. Ну, пандемия, да, конечно, внесла огромный негативный, я думаю, вклад в ситуацию со здоровьем нашего населения, да? Потому что, если даже разобраться с точки зрения физиологии непосредственно самого коронавируса и как он воздействует на организм, да, и защитные реакции, иммунная система, и бронхолегочная система, которая в первую очередь поражается, то сидеть дома без движения – это, я думаю, что практически преступление было для каждого из нас. То есть, как минимум, нужно было хотя бы стараться выходить на улицы, хоть нам и запрещали, да, может быть, выезжать куда-то за город гулять, там, где меньше людей, дышать хорошим, здоровым сосновым воздухом. Слава Богу, у нас БОР в шаговой доступности практически у всех, да, и позволяет это делать. Поэтому гиподинамия – это такая штука, которая вносит свою негативную лепту в абсолютно каждую систему организма, начиная от иммунитета, как я уже сказал, бронхолегочная, сердечно-сосудистая система, заканчивая банальной эндокринной системой. То есть, даже если человек начинает меньше шевелиться, у него, ну вот, может быть, для кого-то это новость, да, костные структуры начинают… Кости становятся легче, соответственно, развивается остеопороз, даже вот такая вот банальная штука. Поэтому все вот ишемические болезни сердца, сердечные недостаточности – это в первую очередь, ну, естественно, это образ жизни, это привычки, это вредные привычки, но и гиподинамия вносит огромную лепту в развитие этих заболеваний. То есть, большинство болезней вот от малоподвижного образа жизни? Сто процентов, сто процентов. То есть, урбанизация нас всех поглотила, и мы стали меньше двигаться, меньше шевелиться, и это очень плохо. А вот скажите, почему суставы и вообще всю костную мышечную систему необходимо поддерживать постоянно в тонусе? Ну, если нам с вами разобраться вообще, что такое мышцы, да, сколько их в организме, и для чего они нам нужны, то большинство людей, наверное, ответят так, для того, чтобы двигаться, да? Но мышцы же выполняют помимо двигательной функции еще немало функций, важных функций в организме. Например, такую функцию, как защитную. То есть, у нас в каждой мышце проходит сосудистый нервный пучок, который куда-то несет кровь и что-то где-то иннервирует, да? У нас каждая мышца обладает, в конце концов, транспортной функцией. То есть, каждая мышца – это маленький насосик, который при сокращении выполняет две основные функции, как наше сердце. Сокращение расслабления, да? И гонит кровь из пункта А в пункт Б. Поэтому расценивать мышцу как просто движение – мало. Мышца в том числе оказывает энергетическую функцию. То есть, у нас в мышцах есть большое количество гликогена, который перерабатывается и дает нам энергию для жизни, энергию для движения, для жизнедеятельности. Вот, поэтому, как я уже подчеркнул, что на любую систему оказывает влияние гиподинамия и мышечный фактор здесь большую роль играет. Ну, а опорно-двигательный аппарат в первую очередь начинает страдать. Потому что, если вот так вот разобраться даже с точки зрения физиологии и анатомии, вот у нас с вами, нет ни одного кровеносного сосуда в межпозвоночном диске. Например. Ни одного. Возникает непроизвольный вопрос – а как же они питаются? Откуда они будут брать питательные вещества? Из окружающих мышц и межосистых связок. Соответственно, если у нас позвоночник не работает, если мы большинство времени сидим, а, наверное, тоже ни для кого не секрет, что самый большой вред для позвоночника – это длительное сидение. Не стояние, не бег, а сидение именно непосредственно. То есть люди, которые сидят за компьютером, допустим, они более подвержены. Да, у нас Сергей Михайлович Губновский не так давно, наверное, с полгода назад выпустил новую книгу, прекрасную книгу, которая называется «Зарядка для офисного планктона». Вот, ну вот, то есть жизнь в гиподинамии, по сути, как в офисах люди себя ведут. Сидят сутками за компьютерами. Да, и чем это грозит вообще. Да, и чем это грозит. Вот, недаром ученые у нас, тетеньку такую страшненькую, да, наверное, видели вы ее картинку, которая там с планшетиком, с выдвинутой шеей, с горбом, с таким, с красными глазами. Вот, они как-то ее назвали, сейчас даже уже не помню, но тем не менее, да. Вот, поэтому на опорно-двигательный аппарат гиподинамия оказывает огромное влияние. Вот, мы уже с вами разобрали, что питание межплазначных дисков не будет происходить без движения активного мышц и межостестных связок. Вот, то же самое и в крупных суставах. То есть у нас все суставы окружены мышцами, и каждая мышца, ну, крепится где-то около сустава, около суставной сумки. Например, вот, коленный сустав, да, имеет всего один кровеносный сосуд, который подходит к крестообразной связке, и все. Но мы с вами, объем-то коленного сустава огромный, и недаром же у нас вокруг коленного сустава расположены такие мышечные группы, как там четырехглавые мышцы бедра, бицепс бедра, отводящая, приводящая, икроножная. То есть очень крупные мышечные группы, которые в том числе при движении, при работе с ними будут оказывать косвенное воздействие на питание непосредственно самого коленного сустава. Ну, и на примере коленного можно разобрать таким образом любой сустав. А подскажите вообще вот о заболевании опорно-мышечного аппарата. Чаще страдают пожилые же люди? А касается ли это болезнь вот молодых людей? Скажем так, пожилые люди страдают достаточно часто по той самой причине, что это и гиподинамия, это и тяжелый физический труд, это и, в принципе, пожилой возраст, да, мы с возрастом, к сожалению, не молодеем, обменные процессы у нас замедляются, и питание становится хуже, и метаболизм становится хуже, то есть вот все в таком духе. Поэтому чаще страдают пожилые. И, например, артрозы крупных суставов, особенно нижних конечностей, то есть по статистике страдают люди 55-57+. Но вот за последние три года, я скажу, у нас есть постоянное наблюдение, мы в городе Барнауле, в центре Бубновского существует уже девятый год, и немаленькое количество пациентов прошло через наш центр, почти 5000 человек на сегодняшний день, да. И вот три года подряд мы заметили такую тенденцию, что болезни опорно-двигательного аппарата существенно помолодели. И очень много пациентов, ну в связи с тем, что здоровый образ жизни становится более модным, да, чем, например, раньше, в начале 2000-х, в 90-х годах, вот, курить, пить уже не совсем хорошо, люди хотят где-то там заниматься каким-то спортом, там, кроссфитом, триатлон сейчас очень-очень-очень. Ну да, сейчас в социальных сетях вот блогеры пропагандируют, да, такой здоровый образ жизни. Очень триатлон сейчас такой популярный, поэтому молодых-то все равно становится больше, потому что в офисы мы садимся, мы садимся за компьютер, мы садимся за руль автомобиля, и очень много находимся в положении сидя. Ну, то есть вообще 21-й век, вот век технологий, да? Да, конечно. И все с телефонами, все с планшетами, с компьютером. Сто процентов. А как страдают наши шеи, как страдают шеи наших детей, вот-вот с этими вот, что мы с детства даем эти планшеты, ну, к сожалению, я думаю, что этого, наверное, не избежать. А вот подскажите, какие симптомы должны человеку дать понять, что самому уже вот, ну, не справиться, да? То есть мази компресса, например, не помогают, и пора обращаться к специалистам. Ну, я думаю, что… Чтобы не запустить, то есть вот… Я думаю, что такие симптомы, как, например, боль в пояснице, отдающая в какую-то исконечность, и так называемая иррадиация боли, вот когда человек приходит, например, ну, не приходит, а жалуется на боли в пояснице, и, например, у него там, как говорит, сохнет, отнимается левая нога, и там то она холодеет, то она горячее, то там какое-то присутствие бегания мурашек, там, ну, вот такие какие-то простезии возникают, то я думаю, что в данной ситуации это уже достаточно серьезные симптомы для того, чтобы обратиться к врачу. То же самое, например, и с шейным отделом, да, у нас от шейного отдела… Вообще шея – это достаточно интимный орган в организме человека, и это связь нашего компьютера со всем остальным телом, да. Проводник. Проводник, да. Поэтому шее вообще нужно очень щепетильно, очень аккуратно относиться, и очень часто проблемы шейного отдела характеризуются такими там сопутствующими неприятными ощущениями, как головокружение, да, вестибулопатия так называемая, вплоть до потери сознания или синкопальных состояний вследствие того, что есть изменения сосудов шейного отдела. Вот, это головные боли, и мигрени в том числе, головные боли, напряжение, когда мы очень много сидим за столом, работаем за компьютером, мы непроизвольно начинаем поднимать плечи, втягивать шею в тело. Вот, таким образом, перегружая мышцы шейного отдела, развиваются головные боли, они обычно с утра проходят, когда мы выспались, отдохнули, да, и к обеду, после обеда они начинают усиливаться, ну и к вечеру, соответственно, уже человеку приходится прибегать к каким-то медикаментозным препаратам. Вот, ну то есть, если это, там, по суставам взять, то это острая боль в суставе, которая существенно ограничивает подвижность, существенно ограничивает активность человека, то есть, и мало того, там, в период бодрствования, и, может быть, даже в ночное время ощущение, там, как говорят очень многие пожилые пациенты, наши суставы как будто выкручивают, там, реакция на погоду ли у них, она, то есть, либо это может быть последствия каких-то травм, но вот, когда они начинают беспокоить постоянно, и никакие мази-перемочки уже не помогают, то есть, тут надо уже идти разбираться, а в чем же на самом деле основная эта проблема. А скажите, вот можно ли обнаружить это на ранних стадиях, чтобы не прибегать ни к мазям, ни к компрессам? Чаще всего, скажу вам, что на ранних стадиях люди не обращают на это внимания. То есть, симптомов никаких, в принципе, нет, да? Симптомов полно уже, может быть, но люди просто не обращают. Наш вот русский брат относится к этому настолько... Само пройдет. Да, само пройдет. У нас человек очень терпелив, и, как говорит Сергей Михайлович Бубновский, такую хорошую фразу, что среднестатистический человек на земном шаре ленив, труслив и слаб, и он не хочет ничего делать, он не хочет ничего менять, он не хочет начинать шевелиться, в конце концов, да, для того, чтобы... И о профилактике у нас в стране думать, ну, как-то не приходится. Вот, профилактическая медицина у нас по сей день находится на таком отдаленном расстоянии от основной аллопатической медицины, да, симптоматической медицины, так сказать. Вот, поэтому... Ну, все-таки какие вот основные звоночки того, что что-то не так, что нужно на это обратить внимание? Ну, звонков-то, на самом деле, я еще раз говорю, много. Боли, радиация боли, сопутствующие какие-то патологии, то есть, например, проблемы грудного отдела позвоночника, остеохондроз, может вызывать вплоть до проблем с сердцем, то есть нарушение ритма, и все это банально может быть связано с остеохондрозом. Человек только тогда, например, да, когда у него что-то произошло с сердцем, обращается к терапевту или к кардиологу, кардиолог-терапевт его обследует и говорит, а функционально-то у вас все хорошо, а вот посмотрите-ка, поищите-ка у остеохондроза, полечите вот эту сферу. То есть на ранних стадиях, к сожалению, практически никто не обращается. Уже обращается вот с таким букетом. Спасибо. А подскажите, можно ли в домашних условиях поддерживать свое здоровье? Может быть, дадите несколько советов, какие-то простые упражнения? В домашних условиях поддерживать можно. Ну, самое первое, я уже сказал, да, если нет серьезных сопутствующих патологий, например, крупных суставов, да, при которых нельзя совершать какие-то бытовые действия, такие очень активные, то в первую очередь это, естественно, прогулка. Ежедневная прогулка, вот, которая будет составлять, ну, не менее пяти, а лучше десяти тысяч шагов, она уже существенно будет профилактировать, например, те же самые проблемы с сердечно-сосудистой системой, бронхолегочной системой, да. И если нет проблем, уже говорил, с крупными суставами, выраженных артрозов степеней, там, третьих-четвертых, да, когда человеку каждый шаг доставляет боль, либо же для него шаг – это, в принципе, серьезная осевая нагрузка, и он вреден, да, то в первую очередь это прогулки, это ходьба. Вот, как говорят кардиологи, от инфаркта нельзя убежать, от него можно уйти. То есть они рекомендуют и советуют ходить, ходить, ходить каждый день, ну, после рабочего дня, например, да, выделить себе какое-то время, либо это будет стадион. Скандинавская ходьба. Скандинавская ходьба – вообще прекрасная вещь, там еще работают верхние конечности, а так как работают верхние конечности, у нас работают и межреберные мышцы, и зубчатые, и лестничные мышцы, то есть это те мышцы, которые улучшают и экскурсию грудной клетки, улучшают сердечный выброс, то есть прекрасная штука, да. Далее есть такая триада здоровья, Сергей Михайлович Бубновский про нее постоянно говорит, это отжимание, приседание, пресс. Это, опять же, та триада, которая может подойти не всем пациентам. Если, например, у пациента есть артроз плечевого сустава, или же, например, коленного сустава, то ему в данной ситуации нельзя поджиматься и нельзя приседать. То есть тут получается такой некий замкнутый круг. Вроде бы хотелось бы что-то начать делать, но уже суставы не позволяют, уже организм настолько запущен, что как вот человек сам не может разобраться, с чего ему начать делать, потому что любое движение начинает обострять его болезнь или сопутствующую его болезнь, да, и он опускает руки и опять откатывается назад. Опять же объясню, почему, потому что человек должен ходить и двигаться на мышцах. То есть если человек преобладает гиподинамический образ жизни, то у него развивается мышечная недостаточность, и на фоне этого он начинает ходить не на мышцах, а на костях. Вот конкретно для данного пациента ту физическую активность, ту двигательную активность, которая ему не повредит, с учетом его сопутствующих патологий, с учетом его анамнеза жизни, с учетом его анамнеза заболеваний и всего-всего-всего. Вот, то есть вернемся к триаде здоровья, это отжимания, приседания, пресс. Прекрасно прорабатывает верхний плечевой пояс, шейный отдел, потому что у нас отжимания – это работа верхними конечностями, а у нас руки питают плечи, плечи питают шею, шея питает голову. И одно без другого не существует. Пресс – это средний этаж тела. Мало того, пресс является передней стенкой позвоночника, если, например, в грудном отделе позвоночник поддерживает хорошо ребра, которые у нас на груди не замыкаются, то в поясничном отделе поддерживать позвоночник спереди может только пресс. И, соответственно, если у человека слабые мышцы брюшного пресса, то в априори не может быть здоровой поясницы. В общем, надо двигаться. Движение – это жизнь. В общем, надо двигаться. Движение – это жизнь. Спасибо большое за информацию. Спасибо, что пришли к нам в студию и поделились вот таким полезным. Пожалуйста.